Этим утром мы прошлись по заснеженной Германии. Видно, что зима здесь в полную мощь работает, минус 10, минус 15. Когда я думаю о зиме, для меня кажется, что это особенное время. Время, когда Бог готовит всю землю к пробуждению. Вот кажется, все замерло, все под снежным кровом, все как будто замело, замерзло безжизненно. И многие говорят о том, что некая проклятина зима стала для народов, потому что до грехопадения Адама не было зимы. Я согласен, может быть, оно и так, я не знаю. Хотелось бы жить или видеть то время Адама. Но для нас сегодня, когда мы живем в это время, хорошо вспоминать межописание, что был праздник обновления, мы называем это Ханука, была зима. То есть время, когда природа и все, что вокруг нас, она приготавливается к пробуждению. Здесь, находясь у дверей церкви Кристофорум, я вспомнил о том, что Господь готовит народа к пробуждению, пробудиться от сна, не только от сна такого физического, а духовного. То, когда все кажется, все примерзло, все замерзло вокруг нас, что нету какого-то особенного духовного пробуждения, движения Духа Святого. Люди, не обманывайтесь, просто говорю так, что Бог готовит свою работу, работу для пробуждения. Поэтому я верю, что нам нужно готовиться, готовиться к принятию Божьей весны, Божьего благоволения, Божьего такого погружения в Божье присутствие. Знаете, когда начнется весна, здесь все будет таять, потоки потекут, разольется все, и будем ожидать нового. Я верю, что это для нас тоже примером становится. Нам нужно не просто замерзать на служениях или же тормозить в том, что Бог делает, но помню, что в каждой зиме есть последствия. Ты готовишься, чтобы пробудиться. Так что время для нас восстать из сна, пробудиться и приготовиться, приготовиться к весне, приготовиться к разлитию вод и готовиться к праздникам Господним, которые приведут к пробуждению. Проснуться, желать Бога и радоваться вместе с ним. Поэтому, друзья, не спим, пробуждаемся и готовимся к весне.